Добрый вечер! В эфире новости Курганру в студии Алексей Старцев. Добрый вечер! 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 Например, на наличие возбудителей к четырем инфекциям исследовано у нас 96 клещей. И в 12,5% случаев выявлен клещевой боролиоз, в трех – моноцитарный эрлихиоз человека и в одном – грануцитарный анаплазмоз человека. Число обследованных клещей отличается от количества пострадавших от укусов, так как не все принесенные населением насекомые подлежат анализу. Вместо живых – это мертвые и засохшие. Выявить вирус уже невозможно. Запомните, хранить клещей нужно в стеклянных колбах, обязательно во влажной и прохладной среде. А доверить процедуру снятия клеща лучше специалисту. Эту помощь оказывают круглосуточно все отделения скорой помощи во всех центральных районах больницах. В рабочее время в центральных районах больницах можно обратиться в кабинет оказания хирургической помощи в поликлиниках центральных районных больниц. В городе Кургане – это Курганская поликлиника номер 1, Курганская поликлиника номер 2 и Курганская больница номер 2. В городе Кургане в Курганской детской поликлинике работает с 8 утра до 9 вечера детский травматологический пункт. Клещ после снятия подлежит немедленному исследованию. В будние дни это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии на Максима Горького, 170, в субботу в микробиологической лаборатории по станционной 62А. Исследование платное, но оно необходимо, чтобы получить бесплатную профилактику иммуноглобулином. Иммуноглобулин вводится до четвертого дня после укуса. То есть, если с момента укуса прошло более четырех дней, то как бы уже нецелесообразно вводить иммуноглобулин. Так как это иммунобиологический препарат, он рассчитан на то, что в организм человека вводятся искусственно-специфические антитела против данного заболевания. По истечению четырех дней иммуноглобулин не ставят, так как это может вызвать тяжесть течения заболевания. Сдать клеща на анализ важно, чтобы выявить и другие переносимые им серьезные заболевания. В этом году больше всего выделяются возбудители лайм-борелиоза. Если человек переносит лайм-борелиоз и не обращается, то, как правило, развивается хроническое течение заболевания. Да, будет обречен. Если, допустим, острую форму можно вылечить за 10 дней, там максимум 14 дней мы назначаем антибиотики, то хроническая форма, она требует многокурсового поэтапного лечения. И причем при хронической форме мы уже будем лечить и сердечно-сосудистую систему, и это, как правило, будет хронический артрит, который вылечить практически невозможно. У нас на территории Курганской области был случай, в Щучанском районе заболел ребенок, и долго дифференцировали, вплоть до, там ставили даже паралитический полиамилит, острый вялый паралич был, то есть даже до параличей. Поэтому на сегодняшний день мы уже говорим как о равных заболеваниях клещевой энцефалит и лаймбролез. Наилучшим способом защиты от клещевого энцефалита до сих пор является вакцинация. На сегодняшний момент у нас прививки получили иммунизацию более 37 тысяч жителей Курганской области. То есть от запланированных мы уже привили 55% населения. Детское население привили в количестве 17 тысяч 68 человек, что тоже, в общем-то, у нас выполнение плана составило 73,4%. На сегодняшний день в Курганской области проведены окорицидные обработки всех детских лагерей. Общая площадь более 142 гектаров. Также обработаны парки, места отдыха, стадионы, концертные площадки. Но помните, при выходе в лес и при усадебные участки специалисты призывают соблюдать все возможные меры защиты. Одежда с манжетами, обувь закрытая. При покупке аэрозолей и мазей обращайте внимание на описание. Окорицид убивает клеща, репеллент отпугивает. Алексей Старцев, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Наш эфир продолжит программа «Твой стиль», а закончит рекламный блог и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Вы думаете, почему я заговорил на английском языке? Да потому что в одной из лучших языковых школ Кургана иначе просто нельзя. Здесь вам и ваш разговорный уровень подтянут, и с нуля языку иностранному обучат. Без ложной скромности скажем, что работают в школе настоящие профессионалы своего дела, которые дадут вам знания вне зависимости от вашего возраста и уровня подготовки. А пришли мы сегодня узнать самые последние новости. Чего же нового и интересного придумали стать очень креативной преподавателем? Надежда, какие новости в школе УКИ? Очень много на самом деле у нас новостей в этом году. Первая наша большая новость – это школа раннего развития для детей от 4 месяцев и до 6 лет. Готовим по совершенно разным направлениям. Это оздоровление, это развитие моторики, ну и, естественно, русский язык, математика, подготовка к школе. Записаться в школу раннего развития можно по телефону и прийти на первое пробное бесплатное занятие. В связи с тем, что единый государственный экзамен становится обязательным по таким дисциплинам, как история и иностранный язык, в школе решили не отставать и своим ученикам помочь. Поэтому и ввели новые дисциплины. Третья наша большая новость – это то, что у нас сейчас появились носители языка в нашей школе, которые помогают нам вести разговорный клуб каждую субботу с 12 до часу 30. Оказаться среди членов клуба тоже достаточно просто. Нужно позвонить в школу или оставить заявку на официальном сайте. Кстати, для особых фанатов и полиглотов, которые ни на день не готовы расстаться со своим любимым предметом, ежегодно школа иностранных языков ОК устраивает летний языковой лагерь. Подготовка к новой смене 2017 уже началась. Скажите, для кого создан лагерь и что в нем интересно? Наш лагерь создан для студентов в возрасте от 8 до 16 лет, которые хотели бы провести лето с пользой. Не только отдохнуть, но еще и потянуть свои знания по английскому языку. Занятия проходят в первой половине дня. Во второй половине дня наши студенты занимаются различными другими видами деятельности. У нас есть очень интересные мастер-классы по танцу, декоративно-прикладному искусству, рисованию и фотографии. В этом году у нас планируется новый мастер-класс по сценическому искусству. Мы подбираем материалы самостоятельно, чтобы детям было очень интересно. Материалы наши соответствуют общей теме. В этом году это каникулы в Хогвартсе, поэтому этим летом мы собираемся изучать астрономию, астрологию, магических существ, интересные растения и много всего другого интересного. Я фанат Гарри Поттера и я хочу к вам попасть. Торговый центр Гиперсити для тех, для кого недавно прозвенел последний звонок, устроил настоящий праздник с сюрпризами, мастер-классами и метистайвом. Пойдемте потанцуем. На Западе, да и в крупных городах России, торговые центры давно стали местом, где проходят главные городские праздники. Сюда приходят семьями, чтобы хорошо провести время, так как интересное занятие найдется и для больших, и для маленьких. В Кургане это направление только начинает зарождаться, и вот торговый центр Гиперсити в минувшие выходные собрал у себя в гостях всех любителей потанцевать и хорошо провести время на событие под названием «Последний звонок. Продолжение». В крупнейшем торговом центре нашего города проходит мастер-класс от выпускника популярнейшего танцевального шоу «Мити Стайва» по модному танцевальному управлению «Стилю ВОК». Я знаю, что твой конек – это пилон, но здесь сегодня пилона не будет. Скажи, чем ты будешь удивлять публику и в каком стиле ты будешь преподавать мастер-класс? Даже сейчас, когда я сидел в гримерке, я слышал, что до меня выступали, видимо, какие-то дети, и я слышал музыку «Вога». И я подумал, что неспроста я все-таки выбрал для сегодняшнего мероприятия это направление, потому что сейчас в России это направление набирает большую популярность, и я думаю, тем людям, которые просто пришли посмотреть, будет очень даже интересно попробовать себя в таком направлении. Поэтому я приготовил очень-очень-очень простую хореографию. Тоже для меня своеобразный опыт, потому что я никогда не делился с обычными людьми, которые никогда не пробовали профессионально танцевать хореографией. И поэтому для меня сегодня тоже такая небольшая премьера. Все гости праздника охотно приняли участие в мастер-классе. Те, кто так и не решился выйти на импровизированный танцпол, с удовольствием наблюдали за действием. Ксюша, как тебе сегодняшний мастер-класс? Очень нравится. А как тебе Митя Стайв? Классный. Это очень интересно, познавательно. Я всегда мечтала танцевать, но вот у меня больше как-то к другому. Просто что-нибудь интерес. Это танцевальное направление мне понравилось, потому что у меня сестра танцевала его несколько лет, но потом я пришелся это бросить. Вот, и я как раз вспомнила те движения, которые она мне учила. На дискотеке дашь жару? Конечно. У меня отличное настроение, потому что действительно мероприятие пошло очень здорово. А больше всего меня порадовали маленькие дети, которые вообще, мне кажется, никогда в жизни не танцевали. И они такие шкодные, веселые, задорные. И очень было забавно на них смотреть. Достаточно быстро мы выучили и в такой непринужденной обстановке. И зрители, и все и наверху, и на балконах, и на эскалаторах. Все нам аплодировали. И атмосфера была замечательная. Каждого, кто пришел в тот день в ТРЦ Гиперсити, ждал приятный сюрприз. Каждый гость праздника может принять участие в розыгрыше и выиграть iPhone 6. Для этого нужно было совершить покупку в любом из магазинов торгового центра, заполнить купон и опустить его в лототрон. После того, как ведущий достал три номера, финалисты приступили к главному состязанию. И, конечно, это был танец. Победителя и обладателя модного смартфона определили зрителей своими аплодисментами. Эмоции, впечатления от праздника, расскажи. Праздник просто великолепный. Эмоции вот на верхушке просто, на седьмом небе от счастья. Легко ли было соревноваться с девчонками? Конечно же нет. Было довольно трудно. Поддерживали абсолютно незнакомые люди. Спасибо всем. И это далеко не все сюрпризы, которые приготовил для своих покупателей ТРЦ Гиперсити. Уже 3 июня он вновь ждет на большой детский праздник. Увидимся! Лето вот-вот вступит в свои права, июнь начнет согревать наши тела своим ласковым, горячим солнцем. Ни для кого не секрет, что с наступлением жаркого сезона мы все беспокоимся о состоянии своей фигуры. О наиболее эффективном способе обрести красоту и стройность расскажем прямо сейчас. Итак, как только мы собираемся заняться собой, встает вопрос выбора фитнес-центра. В Кургане фитнес-центр Престиж предлагает своим посетителям уникальную программу. Каждый год 1 марта в Престиже стартует проект «Лучший результат», который позволяет получить желаемую форму к лету. Начинаем мы эту программу с фитнес-тестирования. Что оно в себя включает? Это, прежде всего, постановка целей, что человек хочет получить в результате этой программы. Это оценка состояния здоровья. Это анализ состава тела. В итоге получается тренировочная программа, которая рассчитана на 3 месяца. Что входит в эту программу? Сам тренировочный процесс, он очень сложный, особенно для начинающих и ответственный. Поэтому мы всегда начинаем с фитнес-тестирования. Инструктор составляет индивидуальную программу тренировок. То есть эта программа, вы можете заниматься с этой программой как в тренажерном зале, так и в зале групповых программ. Мы эту программу запускаем каждый год перед летом. И еще в этом году, я думаю, мы ее запустим осенью, то есть как раз в канун Нового года. Заниматься можно персонально с инструктором, а можно самостоятельно с учетом всех рекомендаций. Оптимальное количество занятий 3 раза в неделю. В результате, помимо того, что фигура приобретает стройность, улучшается состояние здоровья, поднимается настроение. В конце программы фитнес-центр «Престиж» награждает тех, кто показал самые лучшие результаты, дарит им приятные подарки. Девушки, окончившие курс в этом году, признаются, что достигнутыми результатами очень довольны. Расскажите, почему вы решили принять участие в программе и каковы ваши результаты? После родов решила привести себя в порядок. По килограммам получилось не так уж и много, 2,5, но объемы ушли очень хорошо. То есть у меня ушло примерно по 70 сантиметров со всех частей тела. В моей программе входили тренировки с инструктором, индивидуальные тренировки с инструктором и также правильное питание. По результатам программы лучший результат. У меня объемы в талии уменьшились на 10 сантиметров, а вес снизился на 7 килограмм. Что входило в вашу программу? Расскажите подробнее. Ну, фитнес-тестирование, подбор программы индивидуальной и персональное сопровождение фитнес-инструктора. Я думаю, что персональное сопровождение намного эффективнее. То есть результат, он сам за себя говорит. А сейчас на моем примере мы покажем вам, что из себя представляет процедура фитнес-тестирования. Начинается процедура с замеров артериального давления и оценки сердечно-сосудистой системы. Затем инструктор оценивает, как реагирует ваш организм на физическую нагрузку. От этого зависит, можете ли вы приступать к интенсивным тренировкам или нет. Затем специальные весы показывают состав вашего организма, весы жировых и мышечных тканей и прочее. Все показатели инструктор записывает, исходя из этих данных, составляется программа тренировок и питания. Через три месяца тест повторяется и оцениваются результаты. В фитнес-центре «Престиж» вы можете приобрести абонемент, в который включена программа фитнес-тестирования. И помните, индивидуальный подход гораздо быстрее приведет вас к желаемому результату. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Прошлым летом «Уайт Найт» стала самым ярким событием клубной жизни города Кургана. И вновь «Тугэкспати Лаб» готовы повторить и приумножить. Все подробности мы узнаем прямо сейчас у организатора «Уайт Найт» Ильи Сиделева Илья. Привет! Привет, Миша! Вот расскажи, в прошлом году была вечеринка просто «Уайт Найт», в этом году приставка «Авакенинг». Расскажи подробнее о ней. Ну, мы решили добавить вот эту приставку для того, чтобы добавить эксклюзивы, изюминки в мероприятии. Ну, во-первых, в переводе это «Пробуждение». Будем пробуждать наш город, пробуждать тех, кто приедут. Приедут много гостей. Я знаю, что ребята собираются из Тюмени, из Челябинска, из Екатеринбурга. Сразу напрашивается вопрос, сколько артистов ты планируешь вывести на сцену этой ночью? Ну, в этот раз будет, наверное, рекордное количество. Во-первых, у нас будет 10 участников диджеев. Далее у нас приезжают со всего Урала артисты. И, конечно же, сами курганские артисты, которые в огромном количестве будут присутствовать. Как на уличной площадке, так и внутри заведения. Ну, я думаю, более 50 человек в шоу будут участвовать. Это только артисты? Это только артисты. Ходлайнер «Ночи» Сергей Рига. Что он будет играть, в каком стиле? Представлять этого диджея уже, я думаю, не надо, так как диджея очень топовый. Топовый артист не только на Россию, но и по миру. Играет отличную музыку, клубную музыку. «Фьючер Хаус», «Дип Хаус». Все это в таких классных летних будет ремиксах. Подача новых каких-то треков. Будет ли жестким дресс-код? Дресс-код будет не жесткий. Но основное главное правило белых вечеринок – это, конечно же, присутствие белого цвета. И основной белый цвет должен присутствовать в верхней части одежды. Если человек пришел не по дресс-коду, а точнее не в белом, то стоимость билета увеличивается вдвое. Но так помощь всем нашим жителям. Есть возможность приобрести еще неделя впереди футболки, майки, какие-то атрибутики в виде кепок. Все это с символикой «Вайт Найт», с фирменной символикой. Поэтому все в магазины «Авалон» для того, чтобы успеть быть в теме. Во сколько начинается вечеринка «Вайт Найт»? И будут ли мероприятия, которые предшествуют этой ночи? Событие начинается с 21.00. Оно продлится в режиме 12-часового танцевального марафона. Мы не ограничиваемся обычным графиком, когда заведение закрывается в 5 или в 6. У нас будет продолжение. Билеты по предпродаже уже проданы все. Сейчас есть возможность только приобрести билет в день мероприятия. Есть разная ценовая политика. Если у тебя есть вот такой вот флайер, они очень много где распространены. Также можно прийти в рестобар «Этажи» и получить его совершенно бесплатно. С ним получается максимальная скидка – это 400 рублей вход. Без флайера 500 рублей. Те, кто хотят зайти через второй виповый вход, они оплачивают 600 рублей. Ну и те, кто не в белом – 1000 рублей вход. Друзья, хочу пригласить вас 10 июня в рестобар «Этажи» на самое белое, яркое, масштабное шоу города Кургана. Для того, чтобы вы зарядились огромным количеством позитива, атмосферы белого, шоу от артистов, приезжих, местных ребят. Ну и, конечно же, послушали замечательную музыку от нашего хедлайнера Сергея Рига, ну а также от резидентов 2GX Party Lab. Увидимся 10 июня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Этим летом захватывающие приключения ждут тебя. Журнал «Телесемь» объявляет семейную интерактивную игру «Сокровища старого парка». Ищи на страницах специальные указания. Играй! 24 июня в 11 часов в Центральном парке культуры и отдыха состоится финал игры с поисками сокровищ. Подробности в журнале «Телесемь». Впервые в нашем телемагазине. Надувной лежак. Идеальное решение для любителей активного отдыха и выездов на природу. Удобный, практичный, эргономичный. Прост в использовании и не требует много места для хранения. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Надувной лежак. Всего за 2499 рублей. УЗИ в Центре комплементарной медицины – это точная постановка диагноза. Высокое качество исследования. А главное – доступные цены. Телефон 64-04-04. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Только сейчас для вас действует скидка 50% на ультразвуковое исследование внутренних органов и суставов. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мы ждем вас по адресу проспект Машиностроителей, 17, корпус 2. На все вопросы ответим по телефону 64-04-04. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг синоптическая ситуация в Заурале обусловится небольшим антициклоном, который обеспечит жителей региона солнечной, сухой, но относительно прохладной для начала лета погодой с температурным фоном на 3-4 градуса ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 17, плюс 19, в Челябинске плюс 18, плюс 20, в Тюмени плюс 13, плюс 15, без осадков. В Кургане небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба. 1 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!